Что может быть от позвоночника? Приходят с какой-то одной проблемой, потом начинают с вами общаться, понимают, как это в целом взаимосвязано в теле. При вертикальной установке позвоночника все суставы как бы висят на мышцах, ну это нормальная анатомия, висят они симметрично, то есть симметрия относительно левого правого, симметрия относительно переди и зада, то есть допустим бицепс с трицепсом, их тонус примерно одинаков. Левая и правая рука, они на одной высоте по плечам, на одной высоте по локтям, по запястьям, то есть мы такими созданы. В ситуации перекоса позвоночника, что человек сразу же теряет, что обретает? Во-первых, он теряет силы на то, чтобы напряжением мышц поддерживать хоть какую-то форму позвоночника. Обретает он негатив в основном, то есть начнем снизу. Вот пунктируем вот здесь, я отразил проекцию центра тяжести, если она из серединного расстояния между стопами вышла, то есть он опирается больше на одну из ног, сразу же начнет расти. Ну, начнет сразу, но проявится через несколько лет, тем не менее. Начнет расти косточка на стопе, начнет стираться коленный и тезобедренный сустав на стороне поражения. Сфазмироваться будет нога и уставать. Будет болеть поясница с двух сторон. Вначале на противоположной стороне, потому что эти мышцы стремятся человека выровнять. Потом боль захватит всю поясницу. По плечу, то есть противоположная от уклона мышца, то есть лестничная, трапециевидная, потом дельтовидная, они начинают болеть. Как правило, боль сзади, над лопаткой вначале, потом начинают отдавать в голову, за ухо. Стирается плечевой сустав, потому что под спазмом нарушается его кровоснабжение, его восстановление. И просто он гораздо плотнее прижат, суставные поверхности прижаты друг к другу плотнее. То есть стираемость сустава увеличивается. По той же схеме, то есть от пережатия усиленного давления и от перегрузки, начинает стираться тезобедренный коленный сустав. Косточка на стопе вырастает, потому что форма стопы, ее свод, он нарушается, он выворачивается вовнутрь. И перегрузка большого пальца заставляет сустав расти, чтобы хоть как-то выдерживать нагрузку. Ситуация с внутренними органами выглядит следующим образом. Сейчас будем рассматривать в основном сердце и желудок как самое часто повреждающееся. Но по такому же принципу задействуется весь кишечник и железо внутренней секреции частично. Итак, в организме есть парасимпатическая нервная система, в основном работает через блуждающий нерв. Парасимпатика отвечает за урежение пульса, защиту слизистых оболочек желудка, кишечника и всех остальных, за активацию пищеварительной системы. Симпатическая нервная система отвечает за учащение пульса и подавление пищеварения, потому что она включается по принципу бежать или драться, то есть мобилизация ресурсов. Итак, детали. Блуждающий нерв, то есть парасимпатика, тот, который успокаивает, входит из полости черепа и двумя ветвями слева и справа в толще мышц. Идет по шее и дальше к сердцу, проникает через диафрагму к кишечнику и всем остальным органам. То есть в шее он уязвим. Сейчас объясню почему. Симпатическая нервная система. Ее сплетения расположены спереди от позвоночника, очень рядом с ним. И они располагаются на уровне, соответственно, сердца, желудка, кишечника и всего остального. Ну, на пару ребер выше, ну, не столь важно. Итак, если у человека имеются проблемы с шейным отделом позвоночника, со спазмом мышц, как я уже объяснил, то блуждающий нерв, его ветка с одной из сторон, она становится поджатая. И функция блуждающего нерва становится подавленна. Он уже не так эффективно успокаивает пульс, и защита слизистой желудка кишечника, она уменьшается. Но блуждающий нерв, он как бы слева и справа две ветви имеет. И поэтому, если ситуация с позвоночником, она запущенная, и спазм уже распространился на обе стороны, если свернуты шейные позвонки достаточно сильно, то есть, как часто бывает, второй, третий, четвертый, нестабильность. То есть, при сгибании-разгибании они двигаются, и мышцы очень сильно зажимаются, чтобы их держать. Поддавливаются обе ветви блуждающего нерва, то есть слева и справа. И вся функция блуждающего нерва, она поддавлена. И пульс уже, он не может опустить до, допустим, 60. У человека пульс сдвигается в сторону симпатики, то есть, стойко повышенный. Слизистая желудка без эффективной работы блуждающего нерва, она истончается. То есть, атрофический гастрит. Выделение соляной кислоты, оно не уменьшается, но снижается защита слизистой. Что в результате получается? А вплоть до язвы. Ну, самая жесткая ситуация с сердцем. Постоянно, находясь на частом пульсе, хотя нет этому каких-то больших объективных причин, сердце начинает испытывать ишемию. То есть, оно постоянно на повышенных оборотах, ему бы успокоиться, но блуждающий нерв поддавлен, и равновесие смещено туда. Сердце не обладает какой-то своей саморегуляцией. Есть базовый ритм, и есть колебания равновесия в одну и в другую сторону. Равновесие сместилось туда, оно с повышенной скоростью себя изнашивает. Дальше. Если перекос по позвоночнику большой, как я нарисовал здесь, то спазмы около позвоночных мышц в грудном и поясничном отделах, они начинают поддавливать и сплетение симпатической нервной системы тоже. И равновесие вообще уходит в сторону симпатики, потому что она раздражена, облуждающий нерв передавлен, не работает. То есть симпатика, она активируется за счет поджатия, облуждающий нерв передавливается, ну, я не скажу, что он выключается, но он гораздо меньше работает. В общем, в категоричном случае инфаркт, язва, колит. И таких людей я встречал достаточно много. То есть приходили с болями в грудном отделе позвоночника, им ставили остеохондроз, но величина смещений в грудных, верхних грудных отделах, то есть второй, четвертый грудные позвонки, величина смещений большая, я человека предупреждал, что вплоть до инфаркта у тебя по сердцу будет. Ну, у него и пульс был 100 с лишним. Я говорю, с хондрозом не шутят. Я тогда уже работал мануальным терапевтом и неврологом. Ну, человек, в общем, меня не послушал и схватил два инфаркта подряд, с перерывом в месяц. Ему все сделали для сердца, то есть там пытались рассасывать тромб, которого у него не было. Терапию там разную проводили, но вот с этим равновесием они ничего поделать не смогли, потому что, ну, просто не занимались этим вопросом. То есть, ну, очень грубо схематично, но я надеюсь, что вы поймете принцип. Например, печень, да, подвешена на связках. Эти связки крепятся в конечном счете к позвоночнику и ребрам. То есть, к чему бы они ни крепились, но их положение, то есть их вертикальная ориентация зависит от вертикали позвоночника. Если вертикаль позвоночника уходит на сторону, то связки тоже уходят на сторону. И печень, ее силовой каркас, он же объемный, когда силовой каркас мнется, допустим, людям ставят перегиб желчного пузыря. Но желчный-то пузырь также, так или иначе, прикреплен к печени, к этим связкам и полностью зависит от позвоночника. То есть перекосило человека на сторону, подвеска печени, подвеска желчного, она изменилась. Обток желчи нарушается. Капилляры, которые проникают в толщу, они тоже оказываются все не сильно, но передавлены. Ну а потом мы удивляемся, почему, допустим, у человека проблемы с отхождением желчи камня. Пузырь должен быть условно прямым, его связкой, которая тянет вот туда, не вот туда, как должна, а вот туда, его передавливает. Застой желчи, а застойная желчь, которая в норме ни в коем случае не должна застаиваться, она должна пульсом выбрасываться. Это уже условие для выпадения осадка, для формирования камней. Опять же, таких людей я видел много. Как я это наблюдал? Они приходили ко мне со спиной, мы делали рентгеновский снимок, там были, допустим, либо перекос на этом уровне, либо смещение, то есть ретроантилистез. И попутно в анамнезе указывалось, что вот проблемы с печенью желчная. То есть если они, допустим, соглашались на выравнивание позвоночника, освобождали моим позвонки, возвращали подвеску печени в норму, они отмечали улучшение пищеварения раз, исчезновение болей в правом подреберье два, и у них улучшался цвет лица и рост гемоглобин. Почему? Ну, потому что адекватный выброс желчи усиливал пищеварение, у них всасывание всех нужных веществ из кишечника, оно улучшалось. Просто потому, что они питались точно так же, но всасывалось лучше. То есть если говорить про всасывание нутриентов, приходили люди с анемией, то есть у них гемоглобин где-то 100-120, это чаще для детей, но некоторые взрослые тоже. Приходили и задавали вопрос, ну почему я вроде бы принимаю все препараты, и все у меня хорошо, но гемоглобин не растет. Мы смотрели, у них вот эта вот ситуация симпатической активации была, то есть были проблемы с шеей, проблемы с грудью. Желудок, несмотря на то, что он выбрасывает и соляную кислоту, и поджелудочное выбрасывает свои ферменты, но если в симпатику организм ушел, то всасывание этих веществ, оно нарушено. То есть когда симпатическая активация уже произошла, организм всасывает только самое необходимое. Ну там в воду, сахар, простые белки. То есть когда парасимпатика активируется, тогда происходит глубокое расщепление пищи, хорошее всасывание, наполнение. Когда мы на адреналине, ну, когда вы нервничаете, что вы можете пить, кроме там чего-нибудь сладкого? Ничего другое просто не всасывается. То есть слизистая желудка, будучи поврежденной, и плюс нарушено всасывание в кишечнике. У них была анемия. И вот у них получался дефицит гемоглобина в организме. Ну что мы делали? Опять же, собирали грудную клетку полностью, восстанавливали шею, я их заставлял прямо ходить, усиливать давление в животе, чтобы массаж органов живота тоже был. Но гемоглобин вырастал где-то до 130-140, при условии, что с питанием мы ничего не делали. Мы именно работали с органами, и они таким образом могли всасывать все это в организм. Про кровоснабжение головного мозга я снимал отдельное видео про позвоночные артерии. Коротко скажу здесь. То есть при вертикальном позвоночнике сосуды, которые питают голову, а их всего 4, они относительно прямые и спокойно обеспечивают потребности мозга в кровоснабжении. При проблемах с шейным отделом позвоночника позвоночные артерии, которые проходят прямо сквозь поперечные отростки позвонков, нарисуем их вот так. То есть вот такая шея нормальная, дугой вперед. Если шея спрямленная или, не дай бог, вообще выгнута назад, при взгляде, соответственно, сбоку, то позвоночные артерии, которые проходят, они начинают ущемляться между отростками позвонков. Кровоснабжение мозга страдает, и человек с этого имеет нарушение цикла сону бодрствования, нарушение эмоционального равновесия в сторону негатива, нарушение ориентации в пространстве, если уже совсем запущена ситуация, нарушение зрения, потому что зрительная кора располагается сзади, нарушение точности движений, то есть потеря точности движений, и много чего другого. Но отдельно лучше посмотреть про позвоночные артерии, потому что сейчас не буду глубоко погружаться. Чего бы хотелось коснуться, тема красоты. То есть женщины следят за кожей лица, следят за глазами, за ногтями, за всем остальным. Но почему-то никто не задается вопросом, как это связано с кровоснабжением. А с кровоснабжением связано напрямую. То есть если крови в голову поступает недостаточно, то все ткани так или иначе страдают. Несмотря на то, что между сонными и позвоночными артериями есть связь, и можно перебросить сзади наперед или спереди назад. Но в целом доставка крови при проблемах с позвоночником, она нарушается, потому что сосуды будут зажаты. И в частности организм сэкономит на коже лица, на блеске глаз, на росте волос и ресниц и всего остального. То есть на сосудистом центре приходила женщина, но поступала по скорой, и не было у нее инсульта, то есть ее успели, скажем так, полечить. Жаловалась на то, что расческу говорит, по голове провожу, и там клок волос. Я говорю, ну ты понимаешь, у тебя из-за шеи позвоночные артерии зажаты, сонных спереди артерий, кровоток забирается назад, и соответственно у тебя кожа головы, лицо, глаза и все остальное, они недополучают питание. Если жестко недополучают питание, то до волос, до волос просто не дойдет. Потому что где волосы, где нейроны. Волосы явно менее значимы с точки зрения выживания. На них просто экономится. То есть шею мы даже не правили, шею она просто на трех валиках начала вытягивать. У нее через трое суток выпадение такого жесткого волос прекратилось. Если вы начнете заниматься шеей и кровоснабжением, то есть с помощью специалиста или просто как показано в видео лечение головокружения самостоятельно, там где проворотник, то у вас все питание головы в целом, не только мозга, но и вообще всей головы, и все, что на ней у вас активируется. И это очень заметно. То есть до начала занятий и через месяц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok